Важным звеном в системе оказания медицинских услуг жителям сельской местности являются фельдшерско-акушерские пункты. Глава района Роман Сенеговский уделяет особое внимание социальным объектам на селе, считая, что здесь люди не должны быть лишены тех удобств, которые есть в городе. Подробности в следующем материале выпуска. В ноябре глава района Роман Сенеговский провел встречу с жителями поселка Рисового, участниками которой стали председатели ТОС, учителя и воспитатели, общественники и депутаты поселения. Во время встречи жители озвучили наболевшую проблему. Согласно действующим медицинским нормативам, в небольшой поселковой амбулатории нет лаборанта. И для проведения лабораторных исследований людям надо ездить в Анастасиевскую участковую больницу. А это очень неудобно, особенно для пожилых людей. Роман Сенеговский взял этот вопрос под личный контроль. И уже через неделю проблема была решена. Вот эта проблема с 2012 года никак не могла решиться. Тут вот я говорю моментально, вот Роман Иванович решил все. Как вот до этого, как-то вот, ну ждали, то может быть лаборант будет, может быть найдемся. Ну того поговорим с тем, там с Анастасиевской поговорили. Может быть вы индивидуально будете ездить или из Лавенска. Ну нет лаборантов как физического лица. И вот это вот сейчас очень хорошо. Это вообще, это идеально просто. Для посёлка это идеально. Тысячу семьсот, тысячу семьсот пятьдесят население у нас где-то вот. Вот, и детей там триста пятьдесят. Ну, короче говоря, это самое. Хорошо, удобно. Таисия Бетина работает фельдшером врачебной амбулатории посёлка Рисовый уже около 30 лет. Она, как никто другой, знает, насколько важно было жителям, чтобы у них был лаборант. Теперь с 30 ноября по понедельникам в посёлок Рисовый выезжают лаборанты из Анастасиевской больницы. С восьми утра делают забор анализов на месте, непосредственно в амбулатории. А результаты анализов после проведённых исследований в амбулаторию доставляет фельдшер. В течение трёх выездных приёмов к лаборантам обратилось уже более 60 человек. Мы приезжаем раз в неделю, по понедельникам мы ездим. Мы берём в количестве 20 человек. Берём сахар крови, общий анализ крови, включая развернутую формулу, и анализ мочи. И все анализы, которые мы отводим в свою лабораторию, там делаем. Мы приезжаем ещё раз в неделю. Теперь сельчанам не придётся ездить в лабораторию в участковую больницу в станице Анастасиевской. Сдать необходимые анализы, получить первую помощь и доврачебный осмотр – всё можно сделать в родном посёлке. Для них решение проблемы с отсутствием лаборанта стало настоящим подарком. У нас работники, амбулатории наши очень все хорошие, очень все образованные, очень честные. Всё они у нас делают хорошо. И уколы делают, и нас принимают. Да дай бог таких только всем врачей и медсёстёр. Наша самая лучшая амбулатория и самые хорошие у нас. Врачи, медсёстры, ну все у нас хорошие. Зачастую для решения проблемы не требуется больших финансовых вложений или трудовых ресурсов. Нужно просто принять грамотное решение на пользу жителям. Прежде всего, надо думать о людях, об улучшении условий их жизни и предпринимать для этого конкретные действия. Такова позиция Романа Синеговского. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа События.